Сказал Убайю, знаешь ли ты, какой аят самый великий в книге Аллаха, о Абуль Мунзир? На что он ответил, аят Аль-Курси. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, да будешь ты счастлив в знании. То есть, ты один из ученых, знающих, что самый великий аят в книге Аллаха, это Аят Аль-Курси. Аят Аль-Курси назван так, потому что Аллах упоминает в нем свой Курси. И это из его арша, субханаху вата'аля, ширина которого равна ширине небес и земли. Несмотря на то, что это всего лишь один аят, и его слова немногочисленны, он выражает восславление, хвалу, святость и величие нашего Господа, субханаху вата'аля. Слова «Аллах нет божества, кроме Него» – «Аллаху ля иляха илляху» – это утверждение Его единственности. Слова «Живого Вседержителя» – «Аль-Хайюль-Кайюм» – подтверждение Его совершенства. Затем идут слова «Им не овладевают ни дремота, ни сон, отрицающие у Него любые недостатки». Затем Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Затем Он говорит, кто заступится перед Ним без Его позволения. Это означает, что никто не может ходатайствовать без разрешения Аллаха Аззаваджалля. Ходатайство может быть только при условии довольства Аллаха ходатаем и тем, за кого оно делается. Затем Он сказал, Он знает их будущее и прошлое. Они же охватывают из Его знания только то, что Он пожелает. Все творения не могут охватить ничего из знания Аллаха, что касается атрибутов Аллаха, имен Аллаха, знаний Аллаха. Творения достигают лишь ничтожную часть знания Аллаха Аззаваджалля, и что касается Его сущности. Как сказал Хидр Мусе, мир ему, он опустил руку в море и сказал Мусе, «О Муса, мое знание и твое знание по сравнению со знанием Аллаха подобно этой капле в этом море». Никто не может охватить знания Аллаха, никто не может охватить Его атрибуты, никто не может охватить Его имена, Его величие и святость, Субханаху вата'але. Таким образом, Аль-Фатиха – самая великая сура, а Аят Аль-Курси – самый великий Аят в книге Аллаха Аззаваджалля. Также пришло, что прочитавшего Аят Аль-Курси перед сном, будет до утра оберегать хранителя от Аллаха. Аль-Бухари привел его как муалляк, но Ан-Насаи приводит его с достоверным снадом, и он является достоверным хадитом. «Тот, кто прочитает Аят Аль-Курси перед сном, рядом с ним до утра будет находиться хранитель от Аллаха». Также пришло, что тот, кто читает его после каждой молитвы, единственное, что мешает ему войти в рай – это смерть. Это означает, что если ты читаешь Аят Аль-Курси после каждой молитвы, а затем умираешь, то войдешь в рай благодаря чтению этого аята после каждой молитвы. Поэтому это одно из мест, где следует читать Аят Аль-Курси. Да благословит вас Аллах!